Уже имя коллеги, здравствуйте. Начинаем нашу работу. С нами Томми Ламса и Ренат Рашидович Больширов. Добрый день. У нас пресс-конференция по регламенту, ну и не только по регламенту, и хотелось поговорить по итогам турнира для нас. Я понимаю, что вопросы будут, как мы оцениваем этот итог. Томми скажет свое видение. Я скажу как руководитель, что я уже говорил, что мы не можем назвать итоги в части тех целей, которые мы ставили, удовлетворительными. Но в то же время мы хотим сказать, что сезон получился хоть и не такой ровный, как мы ожидали, но тем не менее нам не стыдно за игру команды, за свою работу. Мы показывали хороший хоккей. Команда действительно сделала шаг вперед. И в команде хорошая обстановка. И если говорить просто о ощущениях, которые создаются после сезона, они связаны и с собственной оценкой, и с оценкой специалистов, с оценкой болельщиков. В этой части мы считаем, что мы провели хороший сезон. Опять же скажу, что если бы, конечно, мы участвовали в финале конференции, мы бы посчитали, что этот результат хороший. В части поставленных целей. Вот это так кратко. Спасибо, Ильин Трошевич. Коллеги, если готовы к вопросам. Добрый день. Добрый день. Итак, это был мой 5-й сезон в Салават. И раньше этого сезона я получил очень-очень сильное ощущение, что мы имеем сильнее команда, когда я думаю, что все эти 5 лет. Для меня это уже 5-й сезон в команде. И до этого, как раз теперь сезона было такое сильное ощущение, что это наша сильнейшая команда в последние годы, что эта команда провел. И по сравнению с прошлым сезоном мы сделали, естественно, выводы и некоторые изменения, что в составе, что в нашу конкретную игру. Я думаю, что и болельщики все видели, что как игра изменила, что это были качественные изменения. И во время сезона мы были проблемы с COVID-19. И потом мы были в первую неделю, когда мы не практиковали, что мы не играли, потому что целая команда была болезненная. И все равно мы были команда номер 3 после регулирования. Так что я очень-очень счастлив, как наша команда играла во время регулирования сезона. В один из моментов случилось такое неприятное событие, что вся команда практически заболела коронавирусом, мы еле не тренировались. Но, несмотря на это, мы смогли занять третье место и показать хорошие результаты в регулярном чемпионате. И все эти изменения, которые мы сделали в нашем лайнапе во время сезона, я думаю, что все эти изменения были хороши. И эти изменения сделали нашу команду сильнее. И я считаю, что эти изменения в составе, которые у нас были в протяжении всей сезона и до сезона, потому что мы работали. Я думаю, что они все себя хорошо показали и сработали на поле. И, конечно же, в предыдущих игроков, у меня были большие, большие ожидания для игроков. Но, после первого матча, мы были почти как новой команде. И мы должны создать наши планы. Мы должны создать новые планы. И, конечно же, были огромные ожидания от тех матчей, которые должны были начаться. И уже после первой встречи, мы знаем, что случилось. Некоторые игроки из команды ушли. И, естественно, пришлось практически, скажем, команду заново собирать. Это была практически новая команда. И, естественно, приходилось и носить корректировки в наш план на ПО. Я думаю, что у наших молодых игроков сделали большие степи для игроков. Но я думаю, что позитивным моментом отмечу, что наша молодежь, которая была в команде, сделала несколько шагов вперед на встречу как раз с таким мужским хоккей-взрослым хоккейом. И в первом ряду против Сибири, мы победили 4-1. И я думаю, что уже это было. Без всякой импортной линии, без Метцола. И также Антипин, он не мог играть. Мы не имели Амиров. Поэтому наша бенча была очень-очень short. И я думаю, что команда сделал очень-очень хорошо. И вот в первой серии плей-офф против Сибири, в которой мы прошли за предсчеты 4-1. У нас было много потерь в составе как раз-таки линии легионеров. Иностранный гол Гипер Метцола плюс Антипин получил повреждения. Мы знаем всю историю с Амирова. Но, несмотря на это, мы смогли одолеть соперника за счетом 4-1. И я считаю, что это хорошее достижение в этом плане. И против Рактор, я думаю, что мы были очень-очень близкими. Но мы не смогли score. И это был основной проблемой. Мы потеряли 2-1. И это было очень-очень большое для серии. Против серии против Такторов, все матчи практически были равными. И ключевыми, я считаю, в пятую встречу, когда у нас было множество моментов, мы могли эту игру выигрывать. Но, к сожалению, не смогли им воспользоваться. Как раз-таки игра стала переломом ключевой. Потому что я считаю, что в этой серии могли и должны были заслужить больше. И, конечно, мы не могли достижить конференции. И поэтому, конечно, я очень-очень радовался. Но, по-моему, это команда, что мы сделали против Рактор. Рактор играл в целом и целом. И эта команда получила 110%. Поэтому я счастлив. Но, конечно же, я расстроен тем фактом, что мы не смогли пробиться и финал, и конференции, и финал. Но та команда, которая нам противостояла, у них были в наличии все легионеры. И, несмотря на это, мы отдавали на льду 110% каждый игрок. И за это, естественно, я, скажем так, этим фактом доволен тем, что команда действовала. Но, к сожалению, повторюсь, что не удалось достичь главного как раз-таки вечеринал конференции. И так много вопросов. Как я имею в виду, если, и так много вопросов, если бы мы все играли. Но это история, и сейчас мы должны жить с этим результатом. И я думаю, что, как я уже говорил, это была хорошая шанс для наших молодых ребят. И они подходили очень хорошо эту ситуацию. И, конечно же, для них это был очень-очень важный шаг. Ну, отмечу, что вот эта вся ситуация пошла на пользу, в первую очередь, нашим молодым игрокам, которые сделали огромный шаг вперед. Потому что для них это был настоящий вызов. Но, к сожалению, да, не удалось достичь выйти в финал конференции. Конечно, этот сезон оставляет много вопросов и много моментов, что если бы, но, к сожалению, это уже история. И с этим нужно ли жить, ты уже ничего не можешь. Спасибо. Спасибо. Коллеги, давайте тогда по очереди будем задавать вопросы Томе и Ирина Трошевича. Если, Ирина Трошевича, есть вопросы, Азамат, пожалуйста. Здравствуйте, Азамат Шулуков, Медиакорсеть. Да, вопросов много, я их буду задавать блоками, так скажем. Давайте. Давайте начнем с Томи. Скажите, пожалуйста, какое в этом сезоне для вас, как для тренера, главное достижение? Какие моменты в сезоне были самыми успешными? Возможно, матчи вы делите? Скажите, вы можете сказать, какие лучшие моменты в сезоне, какие лучшие игры для этого сезона? Просто по примеру, твоего момента. Какая важная ацетикация. Конечно, мы начали. Первое, мы очень хорошо учили. Мы были очень очень хорошо в сезоне. Мы были очень готовы к игре в сезоне. И я очень доволен, как мы начали. Я отмечу начало сезона, мы очень здорово к нему подготовились, здорово начали, и мы шли как раз-таки наверху таблицы. И, конечно же, мы потеряли много игроков. Серия против Сибири – 4-1. Это был большой победой для Сала-Дюра. Я отмечу еще, вот, Серия против Сибири. При отпуске большого количества регионеров мы смогли выиграть сильного соперника за счетом 4-1. Я думаю, что это очень важная победа в серии для Сала-Дюра. И последнее, третий матч против Трактора. Мы приехали в первую матчу. Мы победили этот матч. Это были такие эмоции с фанами, как они играли. Такие эмоции, как я говорил. Это был один матч. Я думаю, что я помню все время моей жизни. Ну и одну из игр. Третий матч против Трактора я точно буду помнить в течение всей своей жизни. Это первая домашняя игра в этой серии плей-офф. Потому что у нас было много игроков, молодых. Когда мы начали матч против Трактора, переполненный арен, вот эти все эмоции. То, что нас окружала вот эта атмосфера. Плюс мы классно, здорово действовали тактически, выполняли все установки, ребята. Вот этот матч я тоже отдельно выберу. Можно уже говорить как факт, что вы откажетесь от более дорогих и возрастных игроков третьего, четвертого звена в пользу хоккеистов системы. Они себя проявили. Это Томми вопрос? Да, так же. А, Томми, что в следующей сезоне? Что вы думаете о игроках, которые вы возьмете? Может быть, вы возьмете больше молодых? Потому что они более дешевые, чем другие. Так что вы думаете о игроках, как молодых игроках, но молодых игроках тоже. Как вы думаете о сравнении этих игроках? Потому что молодых игроках игроках, но они более дешевые. Как вы думаете о игроках? Может быть, я могу спросить эту вопрос? Как вы думаете, что каждый клуб должен выполнять свои решения после сезона. И evaluать каждый игрок. И думать, какие типы и задачи Дима в следующей сезоне. И я думаю, что сейчас будет время делать это. И, конечно же, это всегда как кооперация. И вся организация должна работать для этого. И я думаю, что Салават Юлаев будет информировать, когда будет время делать это. Я думаю, что практически все команды затронут ситуацию, что сейчас происходит. И, естественно, все будут основываться на своих целях и задачах в течение сезона. Будут пересматривать отношения ко всем игрокам. И будут относительно этого строить уже не только игру, а как раз таки процесс создания новой команды. Я думаю, что уже в окружении клуба и в том числе Салават Юлаев. Давайте я уточню и немного переформирую вопрос. Будете ли вы использовать в третьем, четвертом звене больше молодежи, больше игроков в АХЛ и АМХЛ? Будете ли вы использовать в следующей сезоне больше молодежи в третьем и четвертом звене? Что вы думаете об этом? Это не только... Это большая картинка. И, как я сказал, клубы сделают планирование. Какое планирование? Какое планирование вы имеете? И все эти вещи. Есть много деталей, которые будут эффективны, что вы имеете в виду. Поэтому это большая вопрос. И все организации должны сделать сезон вместе. Но здесь зависит от того, что все организации и клубы нужно правильно поставить вопрос, что им нужно, скажем так, от сезона. И, естественно, относительно того состава, который у тебя уже есть, и от тех целей и задач, что ты ставишь перед собой, ты должен относительно этого уже строить команду. Поэтому это много очень деталей для того, чтобы ответить сейчас конкретно на это. Азамат, я прошу прощения. Мы тебя прервем. Пожалуйста, если вопрос есть, Ринат Рашидович, мы к тебе вернемся обязательно. Нет, пускай, как надо. Хорошо, тогда продолжаем. Да, я как раз хотел, Ринат Рашидович. Я точно не обижусь. Первое. Почему на этой пресс-конференции нет Василия Чижова? Это мое решение. Вы хотите узнать, на чем оно основано? Да, было бы интересно ему тоже задать несколько вопросов по игрокам, но мы, очевидно, не можем этого сделать. Я отвечу на любой Ваш вопрос. И я еще раз говорил, что решение в клубе мы принимаем коллегиально. Мы знаем ответы на все вопросы. Никто Василий Анатольевич точно не прячет. И если бы я знал, что такой вопрос будет, я, конечно, бы его позвал. Окей, просто в прошлом году он был, но это чуть позже. Вам пара вопросов экономического характера. Можно ли сейчас ожидать, что клуб начнет оптимизировать бюджет, сокращать расходы, возможно, на остальные команды вертикали, возможно, будет более дешевая экипировка клюшки и прочее? Если да, то можете привести в пример уже какое-то сокращение? В той части, о которой Вы говорите, никаких сокращений нет ни по форме, ни по качеству его. Что возможно, мы начнем оптимизировать эту структуру клуба. Это внутренние наши вопросы. То есть все, что касается главной команды, никакого сокращения бюджета или целенаправленного сокращения или вынужденного сокращения нет. У нас с отъездом легионеров появилось больше возможностей. Мы сейчас работаем над тем, чтобы эффективно потратить те деньги, которые нам выделяются на команду. В предложении этого, стоит ли болельщикам ожидать увеличение цен на атрибутику, билеты, платный вход во дворец спорта? Возможно, будет продано название УФА-арены. Спасибо, я продолжу позже. Начну с конца, что предложения по переименованию УФА-арены у нас есть, они в силе. Это решение, оно низко шире полномочий, чем полномочия клуба, потому что собственником арены является Республика Башкортостан. Дискуссии на эту тему продолжаются. Мы, конечно, не против. То есть дополнительный источник нам точно бы не помешал. Мы знаем, куда эти деньги потратить. Что еще задали, забыл, извините. По увеличению цен на билеты? Нет, никакого увеличения цен на билеты, конечно, мы не предусматриваем. Платный вход тоже ничего подобного у нас нет. Цены на атрибутику, мы в этом направлении сейчас начинаем работать. Здесь уже я выделю больше внимания, то, что не хватало в течение сезона. Некоторые позиции будут, наоборот, снижены. Наверное, тренд на снижение цены. Дискуссия по этому поводу идет, но тренд точно будет направлен на, наоборот, снижение цены атрибутики. Пожалуйста, Денис Таипов. Здравствуйте, Денис Таипов, Горобзору. Вопрос с Томми Ламси. Вы в команде были пять лет. Можете назвать четыре тезиса, по которому Салавату надо двигаться вперед в следующем сезоне? Может, в следующих двух сезонах. Четыре основных тезиса концепции Салавата. Вот как лично вы ее видите? Вопрос с Томми Ламси. Как вы думаете о следующей сезоне? Можете сказать, что только четыре основных темы? Может быть, ваша команда должна улучшить, может быть, инвентить что-то новое? Четыре основных темы для следующей сезона? Ну, как я уже говорил, сейчас только в последней сезоне. И это не только один командир, кто скажет, что нужно делать. И все организации работают вместе. Я думаю, что в этой ситуации, как Салавату Ламси, после сезона, мы расскажем о том, что мы расскажем о том, что мы расскажем о том, о том, что хоккей, и о том, что мы должны делать, чтобы Салавату Ламси и Кака Аренко. Сейчас, конечно же, сложно вот так детально ответить, в том плане, что все организации нужно все ответить, проанализировать и понять, что нужно изменить, в том плане, с чего мы ждем от следующего сезона. Понимаете? Четыре сезона, можно сказать? Четыре сезона? Нет. 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 Нет, нет. Я не могу сказать. Но сейчас очень сложно ответить, как вы просите, четыре ключевых момента. И это сложно, потому что очень много анализа предстоит сделать, потому что очень был длинный сезон, и все нужно все вместе анализировать и понимать, куда мы двигаемся дальше. Еще один вопрос с Томи Ламси. Был ли у вас после уже окончания сезона разговор с регионерами, какой-то взвешенный, не знаю, может быть они извинились перед вами? Общались ли вы? Это уже сразу после или сейчас? После сезона, после сезона, но вообще вот закончился сезон, сейчас там, на следующий день после игры. Понимаете. Томи, у вас есть какие-то разговоры, чатки, дискуссии с игроками после сезона? Да, немного. Может быть, какие-то детали? Нет, это всегда конфидентально, когда вы говорите с игроками как команда. К сожалению, никаких деталей не могу сказать, потому что это конфиденциальный кадр, бываешь с игроками один на один. Владимир Поколин, пресс-служба КХЛ. Вопрос Ренат Рашитович. Ренат Рашитович, есть ли какая-то определенность по будущему главному тренеру команды, учитывая, что у Томи заканчивается контракт именно со стороны клуба? Спасибо за вопрос. Давно его ждал. Давайте я слово предоставлю. Томи, переведите. Томи, что в следующей сезоне? Согласите новый контракт? Или что в вашей жизни? Ваши слова? Сейчас, как я уже говорил, это время думать, что происходит. и это время. Это было много, много, 5 лет. Уфа. И это было очень благодарное, и это огромное уважение работать в Уфа. И теперь, как я уже говорил, это время дать немного, и думать, что будет дальше. И еще, что происходит, как все-таки улучшаются вокруг нас, и в мире. И поэтому я не могу ответить. Но теперь, для меня, это сложно продолжить. тогда, не учитывая все факторы, что в мире происходит. И, как я говорил, это сложно продолжить. И я думаю, что Салди Лайп будет информировать в будущем. Надеюсь, как скоро. я думаю, что Салди Лайп делает заявление по поводу будущего клуба совсем скоро, и объяснит. Для меня, я повторюсь, с этой ситуацией, естественно, сложно продолжать. я добавлю, да, что, действительно, мы сразу же после, ну, в течение сезона плей-офф вели разговоры с Томми по поводу продолжения. И разговаривали и с главой республики, да, мы были готовы продолжать работать, и сделали соответствующее предложение. вот, Томми после окончания сезона для Салди Лайп взял недельный срок, вот, это решение он принял не в Финляндии, я подчеркиваю, а здесь, и ровным сроком он сказал, что, вот, то, что сейчас сказал практически, да, что, пока он не сможет работать здесь, опять, с ситуацией в мире, сложно это решение принять. Мы до конца все-таки надеялись, что он, что-то изменится, какие-то условия изменятся для того, чтобы он остался для нас главным тренером. Потому, что нам хотелось продолжить работу, сохранить тот тренд, и мы увидели, что сейчас, наверное, с отъездом легионеров появились новые возможности для того, чтобы сформировать новую команду в том направлении, которое он и прививал для нашего коллектива. продолжение, конечно, мы ведем работу по назначению главного тренера. Она, эта работа сейчас в завершающей стадии, на последней линии согласования. Я думаю, что, возможно, в ближайшие два дня мы уже об этом сообщим и прокомментируем, значит, свое решение, почему мы это решение приняли, и так далее. Ну, и хочу воспользоваться случаем, сказать, что мы, Томе, очень благодарны за ту работу, которую он провел в клубе, не только в течение плывов, или исходя из принятого им решения остаться в клубе, это играть, доработать свой контракт. Ну, и, действительно, за пять лет, и он сам лично, и тренерский штаб, любой, где он был главным тренером, или был просто помощником, для нас это особая веха и большой вклад в развитие и историю клуба. Мы, думаю, что влияние его работы еще будет долго сказываться на политике и становлении всего клуба. У меня вопрос с Томми Лямси. Томми, приветствую. Владимир Бакулин, пресс-служба КХЛ. Сейчас мы узнали, что для вас очень будет сложно продолжить работу в Салават-Юлаеве. Учитывая нынешнюю ситуацию, хотелось бы от вас услышать несколько таких, наверное, прощальных, что ли, слов напоследок. Спасибо. Как мы понимаем, Томми, вы будете работать в следующем году в Салават-Юлаеве. Я думаю, только пару слов из вашего сердца. Может быть, пару слов о работе, полчаса. Как я уже говорил, я очень благодарен для всей организации и для всех этих людей которые работают в Салават-Юлаеве. Это было бы удовольствие работать с этими людьми и с этой организацией. Когда я начал работать как тренировка, это был большой мечтой для меня, что один день я бы хотел работать как тренировка с большим командой в другом стране, как Финландии. Ну что ж, могу лишь сказать огромные слова благодарности. И для меня, естественно, это огромная честь, что я работал со всеми людьми, хотя бы как раз таки каждого, всех, кто работал в клубе, во всей организации, повторить. Для меня это, повторюсь, большая честь. И, конечно, это для меня, в том числе, осуществление мечты, большой мечты. Потому что, когда я начинал только работать тренером, однажды, я хотел возглавить, в том числе, иностранный клуб. Поэтому, как раз таки, в Уфе, в таком большом клубе мне это удалось. И, конечно, и, конечно, это фан, что Салавет Юлайев есть. Я уже говорил, это фан, что я никогда не встречал. И в целом сезоне, даже если это тяжелые времена, фанцы поддерживают команду и поддерживают игроки. Это невероятно. Я очень надеюсь, потому что в каждой команде есть тяжелые времена, хорошие времена. И когда это самый тяжелый времен, тогда фанцы нужны большие. Я очень надеюсь, что фанцы продолжают так же, и они будут дать так же поддержку, как мы уже видели. Это большая, большая вещь для всего клуба и для игроков. И я считаю и думаю, что и надеюсь, что они продолжат в том же духе поддерживать свою команду и любить их. — Рина, следующий вопрос вам. Вот вы сказали, мы хотели оставить Томми Ламсу, чтобы сохранить этот тренд команды, который есть. Мы все уважаем Томми Ламсу за то, что он остался. Он большой молодец, проявил характер. Но тренд Салават Илаева — проход первого раунда, и на этом все. Объясните тогда, почему вы хотели оставить Томми Ламсу? Есть два года и есть два вылета во втором раунде. — Я не называл бы тренд, у меня другое определение тренда. Тренд — это команда, которая демонстрирует красивую игру, которой нравятся болельщикам. Это для нас определяюще. Первый круг и так далее — это очень важно с точки зрения результата и так далее. Но, знаете, мы уже проходили через многие такие вот вещи. Мы поняли для себя, что регулярный чемпионат, игра нашей команды и значение команды для Республики для нас является приоритетом. Это как о человеке. Всегда говоришь, можно сказать, охарактеризовать его, да, никогда не скажешь, сколько он там заработал. Нормальный человек, ненормальный человек. Хорошая команда для нас является трендом. То, что мы не проходили где-то дальше, мы для себя объясняли и видели, что на это влияет совсем не то, что, можно бы сказать, ошибка в развитии команды, в ее формировании. Или же на каких-то игровых схемах. Мы понимали, что это не так. Мы все равно двигались вперед. Можно спорить, шаг это или полшага. Но то направление, которое команда проявляет, и Томми Ламсик как главный тренер, нам нравилось это направление работы, которое приводило к тому результату, который мы для себя считаем приоритетным. Удовлетворение наших болельщиков игрой команды, чтобы она играла. Потому что известное мнение, да, когда ты отдаешься всей игре, болельщики это видят. И когда ты красиво играешь, они получают удовольствие. Для нас наличие болельщиков и уважение команды от их имени является приоритетом. Я бы задал этот вопрос Василию Анатольевичу, но его нет. Вот перед сезоном Василий Анатольевич сказал, что мы покупаем Шмелева, это хороший снайпер для второго звена. Открываем статистику, у Шмелева одна шайба вплыва. Объясните, пожалуйста, считаете ли вы трансфер Шмелева провальным? Сделали бы вы что-то год назад не так или почему у него не получилось? Василий Анатольевич это говорил тогда, когда еще сезон не начался. Мы действительно его брали как снайпера, способного решать, завершать атаки и быть действительно бомбардиром. Но в том контексте, в котором вы задали вопрос, я бы его разделил до сезона. Да, мы брали именно по таким качествам. Но когда идет сезонная подготовка, мы видим, как формируется команда, и тренерский штаб решает. И поэтому его место в команде не позволило его проявить тех качеств снайпера, в данном случае, как игрока, не путайте снайпера с военной точки зрения. В данном случае, посчитал тренерский штаб, он здесь будет полезен. Тем более, вы знаете, у нас получил травму Родион Амиров, и те сочетания, которые были сначально, отрабатывались, они изменились. Поэтому я бы не стал ставить Василия Анатольевича в упрек, что он в данном случае ошибся. Мы берем игрока, исходя из его качеств. Если вы посмотрите статистику Шмелева в Сочи, я думаю, нельзя сказать, что Василий Анатольевич был неправ в начале сезона. Ну, вы же понимаете, что Сочи — это Сочи. Человек никогда не играл во втором раунде, а три года назад опускался до уровня ВХЛ. В смысле Сочи — это Сочи, я смысле? Ну, Сочи — это команда, которая борется за БЛО. Понятно, да. Вы знаете, известное мнение, оно не при мне было сложено, о том, что игроки в Салавате и Юлаеве раскрываются. И мы с учетом этого всегда берем такой припуск, что мы сможем игрока поставить такие условия, когда он полностью раскроет свои возможности. Вот, если отвечать на вопрос, является ли провалом приобретение Шмелева — абсолютно нет. Это очень умный игрок, которого сейчас тренерский штаб понимает, как использовать на следующий сезон. Он будет играть в нашей команде, он остается. И я думаю, что мы сможем увидеть другого Шмелева, потому что в плей-офф, да, нельзя сказать, что где-то там он постоянно демонстрировал то, что должен был демонстрировать. Но мы отмечаем, что это первый плей-офф. Тоже из Сочи надо, чтобы в Уфу попасть, надо тоже, по-моему, три часа лететь. Будем считать, что он, по-моему, прилетел. — Одну секунду, коллеги, там из Зума, по-моему, запросы идут. Пожалуйста, можно сдавать по очереди, кто готов? — Добрый день. Алексей Горюнов, Амканбуш в Тасане. Вопрос к Каменту Рашидовичу. Если говорить о селекции на будущий сезон, уже работа начата, насколько неопределенность с главным тренером, от которого до сих пор не наступила, влияет на переговоры с игроками? — Действительно, один из вопросов, который возникает при формировании команды и со стороны агентов и игроков, кто будет тренером в Салате Лаве. Мы в этих переговорах используем фамилию человека, на которого мы надеемся, что он будет тренером. Иногда бывает такой разговор, что мы слышали, что у вас будет этот, если этот, то у нас не получится переговорный процесс. Такие тоже ответы от нас бывают, что вот этот тренер на этот год у нас не рассматривается. Такой вот диалог бывает, но мы ни один вопрос как бы не оставляем без... Вообще мы начинаем разговаривать с теми людьми, кто точно согласится играть в Салате Лаве и предвосхищаем эти вопросы. Так что в рабочем порядке у нас какой-то там красной линии не существует. Спасибо. И хотел бы еще у Томи спросить, был ли какой-то разговор с руководством по поводу вашего преемника, спрашивали ли вашего совета и кого вы, может быть, видите в качестве своего преемника, который смог бы продолжить развивать ваш хоккей в команде? Томи, вопрос для тебя, как вы говорите о новой команды, может, если вы знаете о новой команды, какой-то новой команды, кто может быть новой команды в Уфа, кто может развивать или организовать этот стиль в хокке, как ты? Конечно, это было очень важным и важным, это было очень важным, что мы всегда были связаны с руководством и руководством, и это было очень важным, чтобы улучшить в Салате Лаве. Конечно, после сезона мы говорили много, мы говорили много, мы говорили много, все эти вещи, но ничего не особенного, но, конечно, мы говорили много о сезоне и ситуации, и что-то такое. Конечно, да, такие вещи обсуждались в течение сезона, мы всегда говорим с менеджментом, и конкретно после сезона такие вещи обсуждаются, но это нормальный такой процесс. Я думаю, что он просто хочет спросить, может быть, ты просто спросил кого-то или кто-то? Нет, нет, это... Это не мой матча. Да, ну, как раз-таки уточнил вопрос. Называть кого-либо конкретно, кто мог бы тренировать Салате Лаве вместо Томи Лапс, Томи Лапс ответил, что это не его работа, эти тренивации. И, если можно, еще один вопрос у Рашидовича. Ну, учитывая, что команда потеряла фактически целое звено, насколько Салават будет активен на трансферном рынке в этом сезоне, стоит ли ожидать каких-то, ну, громких, если можно так сказать, подписаний? Если вы заметили, то все команды сейчас не очень активны, именно в завершающей стадии подписания. Сейчас, я думаю, что много новых вводных и для игроков, для агентов и для руководителей команды. Не все принимают решения, все в режиме ожидания. Вот, я бы так сказал. Мы ведем переговоры, вот, видим тренды. Они такие тренды на... То есть попробовать на зубок, я сказал бы так, вот, как отнесутся руководители команд. Мы общаемся и с руководителями команд других. Вот, у всех есть доля неопределенности. Поэтому я думаю, что пока спешить никто не будет. И с громкими фамилиями тоже. Перед нами тоже, вот, учитывая всю обстановку, есть такой, знаете, там, соблазн использовать этот год для того, чтобы использовать время и обстоятельства для того, чтобы рискнуть использовать тех игроков, которые мы, может быть, в нормальном состоянии поосторожничали или не стали бы спешить. Вот, такой тренд тоже мы сохраняем и думаем, что мы что-то оттуда возьмем. Конечно, не обойдется без новых приобретений. Есть некоторые у нас наработки, уже достаточные проработки. Ждем некоторых нюансов, в том числе и по легионерам. Ну, ситуация меняется каждый день. Здесь есть вот это основание для того, чтобы все проявляли осторожность. Конечно, приоритетом для нас является сохранение тех игроков, которые освобождаются, у которых заканчивается контракт. У нас есть уже подписание, подписанные игроки, и эти игроки для нас являются основой для того, чтобы спокойно формировать нашу команду, используя, конечно, огромный потенциал нашей молодежи и нашего резерва из Толпара и Тороса. Хорошо, продолжаем. Леонид Рубакулин. Роман Рашидович, у меня такой вопрос, касаемый как раз-таки легионеров. Вообще, есть ли вероятность того, что кто-то из тех ребят, кто уехал, вернется в Салават в следующем сезоне? Понятно, что сейчас непонятно, что каждый день происходит. Но есть ли такая вероятность? Ведет ли клуб переговоры с кем-то из игроков? Я думаю, что вероятность может быть один процент. Мы для себя определили, что с нашей стороны, что с игроков, мы ничего поделать не можем. Если сейчас им позвонить и спросить в режиме вакуума политического, я думаю, они, конечно, согласятся вернуться, и мы тоже были бы не против, чтобы они вернулись. Но учитывая все обстоятельства, мы даже и не ведем переговоры, зная историю, потому что все равно общение продолжается. Если была бы хоть какая-то подвижка на то, чтобы мы в эту сторону двинулись, конечно, мы начали бы более активно. Но пока то, что мы ощущаем, пока никакого движения нет. И вообще, с точки зрения, может быть, мы просто так на Финляндию оперируем с ними и работаем уже много лет, и чрезмерно внимание уделяем тому, что там происходит. И именно в контексте того, что есть ли какое-то основание для того, чтобы думать, можем ли мы игроков вернуть. Пока такого нет. Пока, к сожалению, все дальше и дальше. Вот я приведу пример, что у нас молодой игрок из Толпара, мы планировали операцию ему, и была дата определена 24 апреля операция. К сожалению, нам позвонили и сказали, мы российских граждан не обслужим больше. То есть это тоже ничего хорошего для нас это не сулит. Я не знаю, это является трендом для всей страны или только по отношению в этом случае. Не могу судить, но исходя из того, что он нам как интерпретирует, это такой политический момент. Поэтому в этой части, хотя, конечно, у нас разговор, мы не разрываем, вот так скажу, мы не разрываем никаких с ними отношений, конечно же. Пожалуйста. Владимир Леонтьев, газета «Республика Башкортостан». Владимир Леонтьев, вот Вы упомянули о Толпаре, о Таросе, как втором эшелоне нашей команды. Тарос в этом сезоне на втором этапе кубка вылетел, Толпар сразу же на первом кутербисе. Как Вы оцениваете эти результаты со спортивной точки зрения? В связи с этим сразу же вопрос о замене тренеров в этих командах. С чем это все связано? И какие здесь могут быть перспективы вообще? Владимир Леонтьев, оценивая результат, мы исходим, что по Таросу мы полностью удовлетворены. Мы всегда говорим, что у нас не является целью окончательная, бесповоротная победа в этих турнирах. Мы не подбираем состав для того, чтобы достичь этих целей, цели развития молодежи. В Таросе там очень хорошая плеяда игроков. И они получили огромный опыт. Потому что мы рассчитывали, что в этом году они только вот ко взрослому хоккею только подойдут. Потому что, Вы знаете, переход из молодежного хоккея в более взрослый хоккей является таким сложным. Но, возможно, и Лига делает многие шаги в ЭХЛе. Теперь тоже молодые команды. Это тоже очень, наверное, повлияло, на мой взгляд, на то, чтобы они свободнее вошли. Мы там создаем обстановку, которая направлена на то, чтобы игроки развивались. Постоянно им даем и говорим о том, что путь в Салат-Юлаев для них самый короткий. И они воспринимают это правильно. В части Тороса мы удовлетворены. Там очень много игроков, которых вот прямо сегодня можно поставить в Салат-Юлаев. В Толпаре у нас... Мы сейчас разбираемся только, почему произошел спад. Вчера только Василий Анатольевич провел большую беседу с рядом игроков, на которых мы надеялись, у которых были спады. Они говорят, что им помешало. Мы тоже... Здесь мы не до конца удовлетворены. Но это никак не связано, что вот там произошла замена, то, что Бердичевский ушел. Мы поняли, что надо там что-то переделывать. К сожалению, мы вот второй год не можем достичь тех целей в этой команде, о которых мы говорим постоянно перед началом сезона. Мы знаем, что не получается, быть уверены, да. Но об этом я не скажу здесь. Вот. Но удовлетворенность в результатах у нас присутствует. Не в плане того, чтобы мы вышли в первый круг или во второй круг. В плане того, чтобы мы думали, что игроки Толпара сделают качественный шаг вперед. Если говорить по Торосу, они сделали два шага вперед, то в Толпаре мы сказать о положительных результатах пока сказать не можем. Вот. И в этой связи и произошли в том числе и тренерские изменения. У нас сразу по Торосу был Равиль Хайдаров тренером. Но потом по ряду причин мы с ним расторгли контракт. Но причины я сказать не могу. Они никак не связаны ни со спортивными результатами, ни с его какими-либо высказываниями на пресс-конференциях и так далее. Это внутренние наши проблемы. Мы с ним хорошо поговорили. Учитывали, конечно, что Равиль Хайдаров – это фигура для нашего клуба. И он начал очень хорошо работать. Но что-то там… Ну, пошло несколько не туда, куда мы хотели… Ну, не буду опять говорить, давать пищу там. Мы просто сели и с ним договорились, что если он выполнит все те договоренности наши к концу сезона, о которых он нам сам сказал. И мы поэтому оставили его в клубе. Слава Тюлаеве. Он был старшим тренером и помогал в воспитании игроков. И не так, чтобы, знаете, в виде ветерана какого-то. То есть у него было больше всего часов на льду из всех тренерского штаба. Мы сделали две ставки. И он одну из них занял, старшего тренера. Он проделал очень большую работу. И многие возраста сделали качественный скачок вверх. Он выполнил все свои обязательства, которые нам говорил. Поэтому мы со своей стороны выполнили свои обязательства и вернули его в клуб. Надеемся, что у нас больше не будет проблем, которых там раньше были. Потапов, мы с ним разговаривали. Да, Владимир Владимирович, он точно привнес очень многое. Потому что мы с ребятами разговаривали. Это новое тренерское веяние. Он очень грамотный, очень передовой человек. И мы просто посчитали, что именно тот человек, который нужен толпару. Мы считаем, что мы уже сейчас можем сказать, что учитывая его работу с молодыми в Таросе, что в данном случае мы точно угадали с тренером. И он даст качественное развитие для нашей молодежной команды. А кто тогда в Таросе останется? Я логическую цепочку не завершил. Да. Вы сказали, что… Равиль Хайдаров. То есть он выполнил свои обязательства? Да. Мы выполнили свои обязательства. Он… Вы сказали, что Потапов теперь нужен в толпаре. Да. А кто тогда будет в Таросе главным тренером? Так. Если я вас правильно понял, Потапов переходит в толпаре. Да. Хайдаров будет в Таросе главным тренером. Извините. Просто у меня это уже, так сказать, это… Тогда в продолжение… Я думал, вы все Василия Чижова, поэтому быстро поймете. Потому что мы день и ночь об этом говорим. И позвольте еще вопрос тогда в продолжение. Вы удовлетворили ли работой школы в этом сезоне? 2004 год хорошо выступил. Все команды след за ними идут достаточно средненько. Вам там не кажется, что там звездочек не хватает? Мы… У нас школа – это вот для меня второе после Слава Тюлаева. И мы очень много там сделали. Начиная там с материальной базы и усилением тренингского штаба. Мы считаем, что мы правильно идем. Каких-то звезд не хватает, но качественный шаг во многих годах он сделан. Вы знаете, я всегда говорил, что нас не спросят за четвертый или за пятый год. Нас спросят за тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый. Вот то, что там самые большие изменения. На более старших ребятах мы тоже ведем беседы и разговариваем. Есть снижение показателей. Есть те, кто даже и ушел в другие клубы, но их не так много. Я думаю, что звезды появятся. И вот в 2004-2005 году есть ребята, которые будут играть в толпаре. Сейчас идут как раз просмотровые игры. Я думаю, что они появятся. Конечно, мы работаем над тем, чтобы очень точечно приглашать к нам игроков, которые усилят команду. Но мы видим разные тренды в развитии школ. Где-то идет набор существенный. Какие-то школы выделяются много средств. Здесь вопрос не в средствах. Мы видим, что я когда езжу в другие клубы, обязательно мы заходим в школы, в академии. И коллеги, спасибо им, делятся своими мыслями. Мы считаем, что тот путь развития, который мы в школе наметили, развитие собственных игроков, без надежды на то, что мы где-то выкупим там пятерку здесь, пятерку там или каких-то там, это для нас приоритетом не является. Мы будем развивать своих игроков и будем день и ночь над этим работать. Отлично. Коллеги в Zoom есть вопросы, по-моему. — Хотел бы уточнить вопрос по Хайдарову в Таросе. Не считаете ли вы, что все-таки после прошлогодних событий достаточно большой риск, что в команде будет проблема с дисциплиной, так как всерьез его могут не воспринимать в команде? — Мы не настолько безответственные люди, чтобы не задавать тот же вопрос, который задали вы. и мы знаем все нюансы его работы и точно знаем, что он пользуется уважением игроков. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Дмитрий Ярокалов, Спорт24. — Я бы хотел вернуться к теме рынка, к теме переговоров с игроками. От агентов и от клубов разных слышал, что сейчас из-за того, что легионеры можно сказать недоступны, скорее всего, что появляется дефицит русских игроков и ценник на русских игроков, скажем так, он растет. В частности, ярославский локомотив готов одному игроку давать 90 миллионов. В связи с этим, у меня два вопроса. Первый вопрос. Чувствует ли это подорожание? Запросы растут ли от агентов? И второй момент. Вообще, насколько сейчас по вашему, можно сказать, этично давать какие деньги? Может быть, внутренний потолок зарплат установить на банке 30, 40, 50 миллионов? Вот такой у меня вопрос. Добрый день, Дмитрий. Спасибо за вопрос. Действительно, если говорить о том, что я охарактеризовал пробовать на зубок, конечно, пробовать на зубок – это мы видим увеличенные запросы от российских игроков. Отмечу, что это не отнесу это к игрокам, которые присутствуют в Салатюлаеве, хотя там увеличение есть, но то, что нам предлагают на рынке, мы можем точно говорить о том, что такое мнение существует. Иностранцев нет, поэтому есть все основания начинать с этой суммы. И почему и такое затишье? Мы как бы думаем. Точно в Салавате Юлаева нет вот таких вот, знаете, трендов. Так, у нас Хартиканин уехал, давайте отдадим эту сумму за этого игрока и будем выглядеть очень красиво в прессе и так далее. Я думаю, что сейчас, когда переосмысление это пройдет, все будут думать, наверное, о других игроках, которые, может быть, находятся во втором эшелоне. Надо будет больше смотреть вариантов и состав всей команды, которые даст вот эти приобретения не под 90 миллионов других игроков. Есть энергетический эффект, который будет не меньше того, если бы вы приобрели дорогого игрока. Я думаю, сейчас будет вот такой тренд. Но мы идем по такому тренду. Мы не хотим никого удивить. У нас есть… Ну, нам легче, потому что у нас есть молодежь, на которой мы уже не будем пробовать в четвертом звене, но которые точно заняли свое место и получили большой опыт. Здесь легче. Хотя, конечно, уход игроков в таком количестве. Пока я вам скажу так, что есть предложение по иностранцам. И мы, если раньше у нас был такой вот первая пятерка и такая вот боевой наконечник команды, сейчас, наверное, то, что мы думаем, несколько будет другое. Мы заполним эти места качественными легионерами, которые готовы играть в России и которые дадут нам синергетический эффект, и которые все-таки будут. Все-таки сложно сразу от иностранцев отказаться, особенно в команде, которая явно опиралась на таких игроков. В то же время рынок интересен, и работа такая интересная возникает, когда много составляющих. Я думаю, что уже к маю рынок успокоится. Все поймут, что, наверное, надо более реально подходить к этим вопросам. Потому что есть такой же тренд и по вратарьской линии. Иностранных вратарей очень мало, их совершенно нет. Поэтому есть попытки воспользоваться этой ситуацией. Мы в этот тренд не хотим входить. Или его создавать тем более. Хорошо. Пожалуйста, Азамаша Влоков. Два вопроса, Томи. Первый. В прошлом году на итоговой пресс-конференции говорилось о недостатке четырех равноценных звеньев. Насколько удалось все-таки их создать два года подряд, мы видим, что во втором раунде падает результативность команды, в частности, первого звена. Пусть и контекст, конечно, разный. Вопрос как звучит еще раз? Почему не удалось создать четыре забивные тройки? Почему два года подряд падает результативность первого звена во втором раунде? В последней пресс-конференции вы говорили, что нужно четыре сильные лаисы которые могут победить победы в плей-офф-тайме. В этой плей-офф-тайме, в первом раунде, в первом раунде не было хорошо для победы в плей-офф-тайме. Какие другие лаисы, в третьем, в третьем, в третьем раунде, которые могут победить победы? Что это? Это еще одно. Мы должны помнить, что мы потеряли свою первую луну. Да, все знали, но в первой раунде, в первой раунде против Сибири, мы получили хорошую статистику на первой раунде. Что за вторую раунде против Трактора? Вторую раунде, в третьем раунде, в первой раунде против Сибири. Мы не могли победить победы. Это была разница. Начнем с того, что я уточнил по поводу первой линии. И Томи сказал, что все-таки разные были уровни соперника. Трактор сильнее, чем в Сибири. Поэтому статистика, скажем, упала. Но ключевое, наверное, то, что были проблемы с реализацией именно большинства. Потому что оно тоже очень важно. Сказывается на статистике, в том числе, и как раз-таки первый из нас в большинстве играл. Но все-таки почему не удалось создать четыре забивные тройки? Да, уехало одно, но три-то по идее должны были остаться. Но что ты думаешь о других линиях? Почему ты не успел сделать более хорошие противные линии? Извините? Что с других линиями? Второй линии, третьей линии, четверть линии, четверть линии? Почему они не успели сделать более сильные противные линии? Я думаю, что Клеп Кузьмин, три-то по идеи. Пустасору, я думаю, три-то по идеи. Я думаю, что бойцы сделали очень хорошие противные линии. Санников-то по идеи. Как я уже говорил, это не так легко. Почему команда играет большинство по идеям? Для тех, кто-то из-за того, что вы должны получать лучших игроков, если вы хотите победить. И если это так легко, чтобы вы просто получаете игроков из Торроу Столпарка и бойцы начнутся на соревнованиях, то это не имеет смысла. Так что вы должны понимать, что это значит, создавать сильную команду. Вы должны быть различных игроков. Чтобы создавать как раз-таки... Начнем с того, что в ответ по поводу статистики. Например, Кузьмин забил три шайбы простозеров, три шайбы санников. Отмечался как раз-таки о тех нижних звеньях, о которых вы спрашивали. Но если бы так было легко просто взять игроков из Торроу Столпарка и просто их внедрить в систему, они просто забивали. Так и так, к сожалению, не работает. Это и нужно понять. В этом и суть, как раз-таки, что нужно нарабатывать связи. Если бы так все было просто, зачем тогда нужна как раз-таки эта работа? Почему такие большие зарплаты получают как раз-таки иностранные хоккеисты, которые могут забивать и как раз-таки являются теми, кто игры может решить? Вот вся вся взаимосвязь как раз-таки кроется. Сейчас в КХЛ уменьшится количество команд. Каково, на ваш взгляд, оптимальное количество игр в регулярке? Насколько ли нужны международные паузы сейчас, когда они, возможно, будут сыграны с Казахстаном, с Беларусью, Китаем, а не со шведами, чехами, финнами? Это на томе у нас? Да. Томи, что ты думаешь о количестве игр в регулярной сезоне? Потому что у нас есть меньше игроков в следующей сезоне, 22 в следующей сезоне в КХЛ. Что ты думаешь о количестве игроков? И что ты думаешь о национальных хоккеистах? Я думаю, что они будут играть без финансовских и финансовских игроков. Что ты думаешь о игроках против Беларусью, Казахстаном? Что ты думаешь о Казахстане? Я не могу ответить на это. Я не думал о том. И я думаю, что в будущем будет показать, как все происходит. Но я думаю, что, я надеюсь, что все будет осуществляться. И я думаю, что все будет осуществляться. И все команды и все либки вернутся к нормальной жизни. Это только то, что я думаю. Я думаю, об этом, конечно же, я не думал. И сейчас все мысли лишь связано с тем, чтобы как можно быстрее обстановка в мире нормализировалась. Чтобы как можно быстрее все вернулось к тем нормальным процессам, которые были. Чтобы люди между собой могли спокойно сотрудничать. И все было как раньше. И тогда уже можно об этом говорить. Потому что сейчас очень постоянно меняется обстановка. И сложно что-либо так стально ответить. У большой группы игроков заканчиваются сейчас контракты. Насколько возможно это? Скажите, с кем вы активно ведете переговоры? С кем уже точно расстаетесь? В первую очередь, интересные защитники и Шарыченко. Спасибо. Да, мы ведем переговоры с большой группой игроков. На сегодняшний день подписан контракт с Александром Кадейкиным, с Николаем Кулибином, с Павлом Кулидовым. На завершающей у нас стадии Санниковым. Сегодня только мы, я думаю, что договоримся. Во всяком случае, у него есть большое желание. К сожалению, наш Александр Шарыченков перейдет в другой клуб. Там есть нюансы по Шарыченку. Почему я говорю «к сожалению»? Были непонятные моменты, которые, к сожалению, открылись после того, как он уже согласовал свой контракт с другим клубом. Ну, понятно, его желание быть в Москве, ближе к семье. Но, как факт, он будет играть в другой команде. По защитникам у нас есть несколько предложений. Мы хотим сохранить сильную защитную линию. Хотя есть и кандидаты, которые будут привлечены из Тароса. Есть кандидаты. Ну, хотелось бы о них сказать. Но, вы знаете, ситуация каждый день как бы меняется. Да, Евгений Бирюков. С ним контракт подписан тоже. Я думаю, что есть все основания говорить о том, что защитная линия у нас останется и одновременно и опытной, и одновременно одной из сильнейших в лиге. Есть такие данные. Но если брать максимально возможные результаты наших переговоров, то могут появиться очень хорошие лица, которые точно даже усилят ту защитную линию, которая считалась сильной в этом сезоне. В части защиты у нас меньше беспокойств. Конечно, беспокойств больше по нападению. Ну, это естественный процесс из-за иностранцев. Кто готов? Максим, давай. Да, Максим Ванубис, Рената Рашидович. Продолжение вопрос. Если по защите, то такой секрет Палишнелли, что Динар Хафизулин, ну, можно ли как-то прокомментировать ситуацию с ним, секрет Палишнелли, что он рвется в Петерстан, в Казань, и пытался вести с ним переговоры. И нет ли, к сожалению, мысли, что его обмен, ИСКА на Михаила Воробьева, ну, несколько неудачно, учитывая, как сейчас Воробьев играет, Хафизулин уже будет, скорее всего, в Казани? Ну, Палишнелли… Ну, сейчас уже весна, Шинелли не будем одевать, значит, и будем говорить, что действительно такое предложение у него есть. Сказать, что Динар рвется, я бы так не сказал. Он внимательно выслушал наше предложение, он очень серьезный человек, не подвержен никаким эмоциям, он абсолютный профессионал. Мы, конечно же, вели с ним разговоры как в момент подписания контракта, так и на протяжении всего сезона, я бы не стал говорить о том, что его переход в Акбарс – уже решенный вопрос. Совершенно нет. Решение только его. Мы дали ему достаточное предложение, достаточно уважительное к нему, и ждем только от него решения. Конечно, мы хотим, чтобы он остался у нас. Конечно. Так, что еще? А, не смотрится ли сейчас контракт, обмен? Ну, наверное, много нюансов, по которым можно сравнивать эти показатели. Конечно, как руководитель, как человек, который принимал такое решение, мне хочется сказать о том, что нет, мы все правильно сделали. Можно сказать, что мы понимали риски, какие у нас есть при подписании «Динара», но мы все-таки считаем, что наш клуб достаточно для того, чтобы к нашему предложению относились уважительно. по Михаилу он отличный сезон проводит. Возможно, эта команда и СКА ему подходит, и партнеры подходят. Да. Было бы так для нас – тоже неизвестно. Мы тоже вычитывали некоторые позиции, в том числе и сумма контракта, и так далее. Я думаю, в первую очередь, не мы должны сожалеть об этом обмене, а Филадельфия, которая его опустила. Пускай они плачут. Можно ли есть какие-то точно уже игроки, которые уже точно покинут клуб, помимо Шерченко? Их назвать можно? Да. Петр Хохряков. Сразу же его представители нам сказали, что клуб покинет, но совершенно не по тем причинам, которые можно что-то… не по негативному. То есть нет такого какого-то отношения, или что-то мы с ним поссорились, например, или ему что-то не нравится. Он абсолютно был игроком «Саут Юлаева», все понимает. Но он игрок самостоятельный, принимает самостоятельные решения. Уже достаточно взрослый для того, чтобы принять решения, которые будут полезны ему, его семье. Поэтому у нас никаких ни обид нет, ни сожалений. Он решение свое принял, да. Мы хорошо расстались и… Ну как расстались, так мы… Там все нормально. Там никаких нет таких, знаете, что вот почему упустили и так далее. Нет, там совершенно другие причины. Ну и одновременно я опять же скажу, что у нас есть кому заменить. Поэтому, наверное, тут вот все вот так вот совпало, что мы не стали… Вот вопросов суммы контракта, сроков контракта… Рынок меняется. Поэтому мы… Сказал, что мы туда не пойдем, в ту сторону. Поэтому мы спокойно занимаемся формированием команды. Конечно, если бы Петр остался, мы бы были довольны. – Хочется еще к теме легионеров вернуться хотя бы на один вопрос. То есть, интересно, какими были переговоры с ними, вот когда вот в конце февраля, получается, когда вот все это случилось, вообще не было возможности, что они останутся. Потому что… Ну, есть же примеры в других командах, в том же Челябинске, с теми же финнами, которые в итоге остались. Вот и вот… Ну, напрашивается вопрос, почему у них так, а в Уфе так. Ведь давление вроде как одно, казалось бы. – После этого, мне все время кажется, значит, руководители Салат Улаева плохо сработали. Потому что других уехали. Вот еще раз повторю, что легионеры – это нет такой вот… Они не пустого живут. Ситуация у всех разная. Включая, опять же, я Челябинск комментировал, да, там… От страны, от… Вот… У нас тренер работал, да, значит, тренером. Ну, получал, ну, не очень большую зарплату. Приехал сюда. Свои разные… Стоимость денег в Чехии другая, чем в Финляндии. Уровень жизни тоже разный. Вот… Прибивка варшавского… Членов стран варшавского договора тоже, наверное, какую-то роль играет, да, там… Потому что отношения с семьей, отношения… Может быть, чехи не так нас боятся, зная нас, да, лучше, там, чем в Финляндии. Я не исключаю, что такие моменты есть. Говорить, что мы все не сделали, вот, как руководители, да, но, возможно, я сейчас тоже анализирую. Вот надо было то сказать, надо было это сказать. Я не буду лукавить. Вот. Мало кто об этом говорит, но точно у меня в этот момент хоккей не был на первом месте. Я просто как гражданин говорю. Поэтому вступать в эмоциональные переговоры и политинформацию точно не было. То, что мы несколько раз с ними разговаривали, и в том числе и с участием главы республики, когда он перед плей-оффом, потому что они сразу же подходили, вопросы задавали, да, и мы им говорили и о своих гарантиях, мы говорили о гарантиях безопасности, о гарантиях того, что мы все предпринимем для того, чтобы они спокойно доехали до дома. Вот это вот нагнетание в тот момент о вводе военного положения, что их отсюда никто не выступит, не выпустит, да, там, в том числе там возьмут заложники. Все эти разговоры были, они передавали, они транслировали. И я им говорил о том, что, вы знаете, даже при вводе военного положения, то есть авторитет нашего главы республики, этот вопрос решается в течение одних суток. Мы доставим куда хотите. Ну и вообще они сами тоже достаточно информировали, они следили и за началом переговорных процессов, даже вот с точки зрения, надеялись, что, возможно, они смогут играть. Но чем дальше вопрос вот отодвигался, да, вот так, мы так думали, ну, давай недели подождем, недели две там, да, тем больше они стали подвигаться давлению, и потом такой, знаете, перешел этап такой, когда они уже, так сказать, я им говорил, вы как бы являетесь орудием гибридной войны какой-то такой, потому что у них стали такие новые аргументы появляться какие-то. И когда им принято решение, мы утром встретились, прямо в 9 утра они все пришли, стало совершенно ясно, что эти игроки уже не с нами, они нам уже не помогут, потому что они уже мы с ними в другом месте совершенно. Вот когда-нибудь, когда-нибудь я скажу, что они мне говорили. Но я скажу, что это дальнейшее пребывание в Саловате Юлаеве было неприемлемо. И хотя они еще раз, я уже говорил, готовы были второй матч сыграть. И о том, о чем я догадывался, мы потом с Томи переговорили, он правильное решение принял, что давайте мы ребят отпустим. И мы не стали ничем удерживать и не говорили о никаких деньгах, потому что речь шла о пересчете денег, о курсе долларов и так далее. Потому что в совокупности это все повлияло бы хуже на команду. Представьте, если бы я сказал, что мы получили заверение в руководство республики о том, что мы там все вам пересчитаем. Во-первых, это было бы неправильным, потому что есть потолок зарплаты. И еще раз, неправильно, особенно в отношении российских игроков. Потому что покупательская способность рубля, доллара здесь, она не разнится между игроком, ты за границей или живешь, или в России. Это было бы нечестно по отношению к другим игрокам. Мы знаем, что были конфликты или разговоры хотя бы в других командах, когда руководство прямо обещало как-то повлиять на эту тему. Но никто не вел тайных переговоров. Мы с коллегами общаемся, мы к Лиге обращались. Я думаю, что если бы был такой тренд, что давайте пересчитаем, если бы были изменения в регламент, то они были бы равными для всех. Поэтому мы с Лигой общались и говорили, что надо все-таки какие-то решения принимать, начиная с того, чтобы объяснять игрокам, говорить, демонстрировать и какие-то финансовые расходы, элементы безопасности. Мы на себе почувствовали, что этот вопрос является для них важным. Поэтому, завершая ответ на этот вопрос, считаю ли я свою работу недостаточной как руководителя в том, что они не остались, считаю, что мы сделали в данном случае все правильно. – Спасибо, Леонид Рашидович, коллеги. Если у нас вопросов не осталось, давайте продолжим, тогда нам нужна пауза небольшая. – Нет, нет, есть, есть. – Задавай вопрос, пожалуйста. – Да, Леонид Рашидович, интересный вопрос по тренеру. Вы сказали, что появится в ближайшее время, но не получается его не задать. Вы уже четко дали понятие руководству, что вектор развития клуба продолжится таким же, что система, в принципе, устраивает, что костяк игроков будет сохранен. И напрашивается такой вариант, что им будет тренер из системы клуба, из штаба «Ламса», потому что каждый из его помощников, там у него были амбиции главного тренера. Можешь ли подтвердить, что им будет человек из штаба «Ламса»? – Да, мы можем об этом говорить. Я думаю, что сейчас, учитывая в каждом клубе разный порядок утверждения главного тренера, в республике у нас есть определенный рекламент и традиции, так будем говорить. Сразу же мы можем объяснить, почему мы не стали ничего менять, хотя, конечно, мы рассматривали несколько кандидатур. Мы потом пришли к поводу, что давайте так, если нас не удовлетворяет вообще результаты команды, ее развитие, тогда действительно нужно все менять. Не только тренерский штаб, но и руководители клуба, еще что-нибудь. Может быть, это не объективно, но мы такой оценки не могли себе дать, что мы чем-то недовольны. И оценка руководства республики. Я еще раз, я уже это говорил, что Рай Фарич зашел после последней игры, благодарил за игру, сказал, что он все понимает, почему не удалось всего достичь, он сказал, что он доволен командой, доволен тренерским штабом. Поэтому я думаю, что искать что-то на стороне, и когда мы, понятно, провели переговоры с тренерским штабом оставшимся, увидели уверенность, и то, что может они сами привнести, нет такого, что давайте как Томи Ламса прямо будем копировать и все. Нет, мы поняли, что на данном этапе это будет, наверное, самым правильным решением. Потому что я еще раз скажу, я думаю, думают об этом многие руководители клубов, что следующий год он пока будет таким вот неопределенным. Не по иностранцам, я думаю, что там никакой тренд не изменится точно. А учитывая, что сейчас уже надо формировать команду, уже не стоит ждать сентября, начало. Возможно, какие-то изменения будут, но лучше исходить из того, что этот год будет сложным для всех. Поэтому сейчас делать перестройку в тот момент, когда у нового тренерского штаба не будет всего комплекса инструментов для формирования команды, это будет неправильно и неправильно по отношению к ним. Потому что всегда они могут сказать, мы думали так, но, вы знаете, там кто-то что-то там сказал, включая из политиков, и пошло что-то не так. Поэтому мы уверены в кандидате, которым мы думаем, что он будет главным тренером, и объявим вам, скажу. — Да, последний вопрос у меня. В январе на матче с Акбарсом 17 или 18-го он планировался. Клуб, если я не ошибаюсь, собирался устроить такое масштабное празднование 60-летия, но все сорвалось из-за коронавируса. И вот возможность упущена или на следующий сезон это может переноситься? — Я думаю, что возможность упущена, ну прямая возможность упущена. Да, у нас было мероприятие, и деньги соответствующие такие были найдены. Но мы это компенсируем общим направлением работы с болельщиками и создания праздничной атмосферы в каждом матче. Уже много сделано в этом году. Думаю, что мы сейчас, когда все успокоится, мы будем дальше делать шаги, которые будут точно находить положительный отклик у наших болельщиков. То, что мы делаем, и мы видим, как болельщики положительно относятся к тому, что мы уже сделали. Я думаю, что у них есть основания думать о том, что в этой части будет улучшение. — Вот Александр Аркадейкин интересную тему поднял. Он очень жестко высказался о тех руководителях клуба, которые ведут переговоры с хоккеистами во время плей-офф, особенно когда играют с другими командами. Салат Филайф ведет с игроками из других команд по ходу плей-офф переговоры. И как вы относитесь к тому, что в вашей команде тоже были люди, которые прямо во время плей-офф вели переговоры с другими клубами? — Сложно сказать, что у нас есть какая-то конституция переговоров, которые мы не можем нарушать. Я когда прочитал интервью, тоже так проанализировал, думаю, что так вышло, что мы не ведем, не звоним. Другой случай, когда нам звонит агент и говорит, что мы там уходим, как вы там вообще… У них широкий поиск. Тогда, конечно, мы отвечаем. Я думаю, что любой руководитель так не скажет. Вы знаете, мы во время плей-офф считаем это неуважительным и так далее. Нет, если есть такое предложение, мы, конечно, будем обсуждать, рассматривать. Но никогда не позвоним в этот клуб, который участвует в плей-офф, и не начнем как-то это использовать или использовать средства массовой информации для того, чтобы что-то там раскачать. Считаем это ниже нашего достоинства. — Все-таки хочется вернуть к словам Савина, генеральный директора «Трактора», который сказал, что «Трактор» бы прошел слова «Трактор» в любом случае, даже с легионерами. Вы как-то этот ответ убрали. Я повторю еще раз этот вопрос. Как вы относитесь к этим словам? — К этим словам или к нашим перспективам? — Что вы думаете о его мнении? — Ну, конечно, когда я прочитал правильно, любой бы сказал, что я не согласен. Мы и в том составе, который у нас остался, и в том состоянии, в котором команда подошла к этой серии, мы понимали, что у нас есть слабые места и понимали, с кем мы играем, какая команда «Трактор». И уже задолго до полов понимали, с кем примерно мы будем играть. У нас точно не было никаких, как и иллюзий не было, что мы там спокойно пройдем. Но и не чувствовали себя командой, в отношении которых можно так сказать, что мы бы их и без легионера выиграли. К сожалению, в неоптимальном составе нам не удалось с ними сыграть, когда у нас была эпидемия гриппа. Но в оптимальном составе мы их выиграли 6-1, у них в гостях. В начале сезона понятно, что команда в начале сезона и в конце сезона – это разные команды. Но это точно не говорит о том, что мы безоговорочно уступили. Ну и сама серия показала, что решили какие-то нюансы. Я еще раз в интервью говорил, что «Трактор» – это отличные руководители, которые провели большую работу. Мы уважительно относимся вообще и к этой команде, в частности, и к «Трактору». Потому что история создания, рождения команды «Салатюлайф», особенно когда мы сейчас изучали архивы и так далее, то, что башкирский хоккей зародился от челябинского хоккей, можно сказать, точно определенно. У нас этот отпечаток сохраняется, уважительное отношение к клубу сохраняется. Понятно, кто-то что-то в эмоциях может сказать. Мы можем поспорить, но у нас с ними отличные отношения. И как раз Иван Савин, наверное, один из первых, кто позвонил по «Легионерам». Тоже мы прямо сказали ему, какие у нас проблемы, причины и так далее. Мы тут обмениваемся. Нормально относимся к этим словам. Самое смешное, что есть в пресс-конференциях, каждый год звучит вопрос, что вы думаете по реорганизации клуба, какие будут изменения. И каждый год звучит одна и та же фраза – будет реорганизация. Но уже три года нет ничего, кроме вашего прихода. Планируете ли вы в спортивном блоке реорганизации, в медийном блоке? Вообще, в каком направлении будет двигаться клуб всегда интересно? Может быть, менеджерский состав изменится? Ну, исходя из контекста, который вы задали, никаких структурных изменений не будет. В предложении предыдущего опроса. Когда у Салавата начнёт появляться регулярно качественный контент и хорошая работа в соцсетях? Я имею в виду какие-либо документальные сериалы, какие были, например, у «Сочи», «Авангарды», там, «Акварца», какие-то стримы, видеошоу на Ютюбе и прочее. Хотя бы большие интервью регулярно. На это точно не требуется бюджета. Как да. Надеюсь, что в следующем сезоне этой проблеме я уделяю большое значение и сам участвую в формировании этого контента. Есть нерешённые вопросы, и я абсолютно с вами соглашусь, что есть ряд вопросов, которые не требуют совершенно никаких средств дополнительных. Здесь только вопрос изменения где-то традиций, потому что, вы со мной согласитесь, в Кубе, в этой части, ну, такой вот середняк такой был. Вот, знаете, так сказать, ни туда, ни сюда. Нельзя сказать было, что совсем ничего нет. Но я точно понимаю важность этого вопроса, и мы надеемся, что вот некоторые элементы, положительные элементы в этом году уже были. Где-то, может быть, провокационные, где-то, может быть, смелые. Но такие элементы есть, и точно мы осознаём эту проблему и будем её решать. По документальным фильмам и так далее, это тоже, я не считаю, что требует каких-то больших средств. Мне тоже коллеги говорят, когда я говорю, что вот, в пример, привожу те клубы, о которых вы говорили, «Акбарс», «Авангард», тоже говорят о том, что там целые штаты, там огромные суммы и так далее. Иногда можно вещи делать совершенно за другие деньги, но в которых будет точно количество просмотров и так далее. Потому что я не скажу, что это эталон, потому что я смотрю на работу других клубов, смотрю просмотры, да, понимаю, что не в коня корм где-то. Хорошо, что такие примеры есть, они показывают, куда двигаться. Я думаю, что мы какие-то сюрпризы придумаем, надеюсь. Но для этого нужно соответствующее настроение. Я понял. Был резонансный пост. «Салатюлайф» поздравил Романа Ротенберга с назначением на пост главного тренера СК, закрыв комментарии в Инстаграме. Ныне признанного экстремистским, я вынужден это сказать. Скажите, зачем вы его поздравляли? Это все-таки тренер соперника. Тем более, всем ясно, фигура у болельщиков далеко не популярная. Это и есть элементы тренда, о которых я вам говорю. Потому что это было только мое решение. Опять же, связано с тем, что, когда был здесь Роман Ротенберг, мы, руководитель региона, с ним общался, и был очень хороший разговор. Мы посчитали, что это поздравление будет уместным. То, что мы закрыли комментарии, это было только мое решение. Именно исходя из того, что вы сказали. Мы бы не хотели быть площадкой, на которых кто-то мерится силами. Мы никогда не будем таким средством продвижения. Я всегда говорю, там столько комментариев, негативных и так далее. Выйди на улицу с плакатом, получишь долю уважения. Я абсолютно читаю все комментарии и так далее. Но я достаточно давно в политике и достаточно толстокожий для таких комментариев и так далее. В данном случае я просто не хотел быть площадкой. Вот и все. Амирова. Как ему сейчас помогает клуб? Как его состояние? И опять же, о соцсетях. Почему о его заболевании было сообщено очень формально? В том тексте его назвали проспектом Торонто, а не Юлаевцем. Спасибо. Дальше кому? Радиом проходит плановое лечение. Буквально мы, наверное, дней пять назад с ним разговаривали. Но он был в отличном настроении. Это было через несколько дней после завершения плей-офф. Я сказал, что было очевидно, как тебя не хватило. Особенно в молодежной связке. Мы увидели, как молодежь, как не хватало его броска. Я это говорил с ним не как в виде того, чтобы подбодрить его, а просто делился с профессиональным игроком. То есть он увидел, как команда играла. Чемк сказал, что очень переживал. У него было очень хорошее настроение. Я сказал, что надеемся, что ты в скором времени появишься в Уфе. Мы встретимся, обговорим все. Конечно, слова поддержки. Я вот с отцом общаюсь. Надеемся, что все будет хорошо, все будет так, как говорят врачи. Так что мы надеемся его увидеть. И дальше обговорим уже о дальнейшей его судьбе и так далее. Так, а там еще что-то вы задали, кроме Мирова? Ну, про его состояние, как сейчас. Нет, что-то еще вы задали. Что он назван проспектом Торонто. А, то, что комментарий сухой был. Да, думаю, важный. Оставлю. Да, это было точно по инициативе Торонто. Потому что нам звонил агент и попросил, что в этой части, в части сообщения и так далее, мы шли за Торонто. Потому что он является их игроком формально. Да, да. Вот. И мы посчитали, что мы… Были, конечно, предложения более эмоциональные и так далее, да. Но мы не хотели выходить за границы и казаться добрее, чем Торонто. И то, что ему нужно было, мы ему сказали. И вы видели, и команда эту тему не оставляла на протяжении всего периода с момента того, как эта новость стала известна. Поэтому тут я бы не стал бы думать о том, что клубы это была, так сказать, недоработка или, тем более, безразличность. То есть здесь этого не присутствовало точно. А лечение его как-то? То есть это попало? Или больше? Нет. Мы, пока проходил вот с момента травмы, мы все, все расходы брали на себя. И когда нам только сообщили об этом диагнозе, Торонто сразу определило свою позицию, что дальнейшее лечение все будет за счет клуба. И мы считаем это правильным, профессиональным. Здорово, что они такое решение приняли. Это о многом говорит. И вообще не только о Торонтое, но и о работе лиги. Вот. Поэтому у нас вот, знаете, мы не хотели быть добрее, чем они. Вот я еще раз скажу. Хорошо. Вопросы в зуме у нас есть, по-моему, да? Да. Я бы хотел вернуться к вопросу медильности. Именно в плане взаимодействия с прессой. Два вопроса. Во-первых, будет ли, планируется ли в связи со смягчениями режима антиковидного открывать раздевалку и отменить чистую зону, как было до эпидемии? И второй вопрос, планирует ли клуб, скажем так, более активно сотрудничать с журналистами, которые популяризуют хоккей и Салават Вилай, в частности, может быть, брать на выезды и использовать свои соцсети, например, публиковать там большое интервью, которое делают журналисты с игроками и тренерами клуба, какие-то сюжеты выкладывают, потому что сейчас ничего такого нет. Начиная с чистой зоны, конечно, мы считаем, что надо уже убирать чистую зону, вот эти все ограничения, вернуться к нормальной жизни. Понимание этого вопроса, я разговаривал со специалистами по предыдущей работе, хорошо знаю эти вопросы и разговаривал с людьми, которые ответственны за это дело не за чистой зоны, а за общую работу по коронавирусу. Считаю, что никаких рисков нет, и уже и сам регламент КХЛ, который написан, как говорят, устав написан кровью, он написан ситуациями и болезнями команды, эпидемии, позволяет принимать руководительным клубом самостоятельные решения. И это все говорит о том, что, ну, пора от этого отходить, от чистых зон. Я не считаю необходимым это все делать, и заразиться можно где угодно, вот поверьте, да. Делать вид, что мы там беспокоимся больше, чем другие, ну, не стоит точно. Особенно то, если влияет это на работу всей лиги, освещение в том числе, по поводу там раздевалки, конечно, мы всячески приветствуем. И как, я думаю, что и у вас, коллеги, тоже есть свои идеи, вот эта чистая зона, она тоже там, где-то у вас информационный голод, и будут какие-то предложения. Ну, а по тому, чтобы использовать наши социальные сети более шире, я думаю, что со следующего года мы начнем более шире это использовать, вот точно начнем. Потому что я думаю, что вы все равно заметили, вот это то, что мы здесь стали более открытыми. Но с другой стороны, у меня тоже, значит, такой вопрос. Все говорят, надо быть больше открытыми. Никто мне вверху не стучится, кроме Таипова. Потом Таипов пишет «Рупор Салатюлайва». Приходите, я там любитель поговорить, вот большие интервью какие-то, еще что-нибудь. То, что когда на пресс-конференции вы говорите, а потом, когда я выхожу, ожидаю на следующий день кучу звонков в подтверждении того, что я говорю в отношении медийной политики клуба, пока этого нет. Поэтому мы абсолютно открыты. Хоть каждый день интервью мы готовы давать, потому что именно через вас мы доводим свои мысли, говорим, о чем мы думаем. Мы никакие не секретные спецслужбы. Мы только не говорим то, что влияет на контракты и так далее. Ну то, что совершенно рабочий момент. А все остальное – наши переживания. Мы с удовольствием с вами со всеми поделимся. Спасибо. – Хорошо, спасибо. – Пожалуйста, Денис. – У меня есть вопрос по поводу Андрея Кореева. Следите ли вы за этим вообще вратарем. На какой стадии переговоров? Насколько я знаю, предложение было сделано. Это вопрос вам. И вопрос с Томми Ламся. Следит ли Томми за чемпионатом в Финляндии? Видит ли он, как Кореев там прогрессирует? Какой вообще там уровень игры, по его мнению? И стоит ли обратить внимание Салавату Илаеву на Корееву? – Ну, я сначала туда задам. – Да, конечно. – Томми, что касается чемпионата и чемпионата Лига? То есть, вы видите какие-то игры, может быть, вы увидите что-то новое? Что касается уровня игроков? Может быть, несколько слов о Корееве? Может быть, вы видели его игроков? – Нет. Как игроков в Финляндии. И скорость игры очень высокая. И защита очень сильная. И защита очень сильная. И даже более сильная, чем КХФ. – Ну, сейчас идет время как раз-таки плей-офф в Финской Лиге. И сейчас команда играет в такой достаточно быстром манере, весьма агрессивной, защитной манере. И такой хороший, серьезный защитный уровень, даже, наверное, более серьезнее, чем КХФ. – И, конечно, как в КХЛ, есть более стабильные ребята. Топ-плееры играют в КХЛ. Они играют в КХЛ или в КХЛ. И это, может быть, я имею в виду оффенсивных сил. Оффенсивные силы. – Это разница. – Я думаю, ключевая разница, наверное, в том, что более мастеровитых игроков выступает в КХЛ. И как раз-таки в этом и разница между лигами, что Финская более защитная, в том плане, что там больше таких мастеровитых защитников, которые в чемпиатике КХЛ, больше в атаку в лиге. – И Каре, он играет в ТПС, и они играют в КХЛ. И они играют в КХЛ. И они играют в КХЛ. И я вижу сейчас 3-4 матча. И он, может быть, лучший игрок в этой команде. И это большая причина, почему ТПС так далеко. Каре – он главный игрок. Он игрок-частер. – Каре сейчас выступает в команду ТПС. Я, наверное, посмотрел 3-4 матча. И могу сказать, что он является ключевым, или, может, даже ключевым игроком команды, и лучшим в команде, который как раз, как говорят, game-changer. То есть тот, кто игру может поменять, тот, кто на игру влияет. Игорь Михайлович, продолжайте. – Да, да. Мы действительно ведем переговоры с Андреем. Сделали свое предложение. Оно не совпало с теми ожиданиями, которые нам выдвинули его представители. При этом там был еще ряд условностей, которые представители Андрея нам сказали. Поэтому пока переговоры не продвигаются. Я не знаю, много разговаривали с молодыми игроками нашими. Сейчас только с Данилом Башкиным разговаривали. Андрей достаточно молодой игрок. Я бы, наверное, избрал несколько иной способ возвращения. Он действительно сделал большой шаг, и мы посмотрели несколько игр. Он играет совершенно по-другому, чем играл в КХЛ. Он провел очень большую работу. И мы знаем, что у него отличный тренер по вратарям. Он действительно изменил манеру его игры. Я думаю, что переговоры будут продолжены. Кто их продолжит, пока неизвестно. В течение сезона у нас было несколько предложений по обмену прав на Андрея. Но нам не удалось достигнуть договоренностей. Но главное из которых было, что мы действительно не знали, что будет у нас с вратарьской линией, даже еще до того, как произошли политические изменения в мире. – Есть ли еще какой-то список кандидатов, кроме Кореи? Вы считаете, что вообще самая проблемная позиция в Салавате – это вратарская перед началом сезона следующего? – Да, у нас это, наверное, основная проблема. Кандидаты у нас есть. Но мы учитываем и молодых наших игроков. Вполне возможно, что они в этом году, в следующем сезоне, получат значительные шансы для того, чтобы показать свою игру. И примеры других клубов, когда молодой игрок становится в основном вратарем, мы за этим наблюдаем. Возможно, я еще расскажу, этот год будет годом возможностей для молодых игроков системы. То, что они очень хорошие вратари, мы, конечно, в этом уверены. Но понятно, что роль вратаря в команде значительна, здесь рисков больше. Поэтому вратаревская линия формируется. Но есть кандидат, который мы сейчас можем сказать уже… Договоренности есть. Есть несколько нюансов, которые нам… Сейчас мы их решим, и контракт, надеемся, будет заключен. Пока фамилии сказать не могу. Поймите, пока так. Хорошо. Коллеги, есть ли вопросов в зуме нет и в зале нет на этой ноте? Будем тогда завершать. А есть вопросы? Пожалуйста, Зума. У меня остался один общий вопрос и один вопрос с Томи. Давайте с Томи закончим, тогда лучше. Ваше мнение о таком явлении, как замена вратаря на шестого полевого, не в последнюю минуту третьего периода. Это в этом плей-офф эффективно применялись. «Северсталь», «Авангард», «Магнитка». Как считаете, стоило ли Салавату при вас чаще рисковать подобным образом в плей-оффе? У меня есть вопрос для вас. Как вы думаете, когда вы используете в зуме нет и играете с шестыми игроками на зуме, когда это не в последний момент, а в середине. Как вы играете, как Металлург, «Авангард», «Витис». Как вы думаете на этот момент? Может быть, вы можете сделать больше времени, чем вы используете на зуме? Как вы играете с шестыми игроками на зуме? Может быть, вы можете рискать больше с Салават? Да, да. Да, конечно. Это один вариант. Но вы должны видеть большую картину. В каждой игре есть отличие. И вы должны чувствовать своих игроков, кто играет, кто играет, кто играет. Конечно. Это большая вопрос. Когда вы используете много рисков, и если вы сможете выиграть, то это легко сказать, почему вы принимаете такие риски. И если вы не принимаете такие риски, то это легко спросить. Может быть, вы должны принимать более риски. Но это как каждый день учиться. И я всегда говорю о том, что держите глаза и глаза открыты, чтобы вы получаете что-то. Я думаю, что мы все должны улучшить, чтобы мы можем сделать все лучше. Ну, естественно, и в том числе, говоря об этом, компоненте всегда должен учиться, должен сжать, как кажется, на кухол остро, чтобы пробовать что-то новое. Но, как уже до этого говорил, всегда все зависит от конкретной ситуации на льду у соперника. Потому что очень сильно влияет, кто у тебя в том числе на льду сейчас находится, и как ты ситуацией можешь воспользоваться. И всегда очень просто сказать об этих ситуациях, что если ты не использовал в тот момент, не выпустил шестого полевого налета, почему ты это не сделал? То есть это могло привести заброшенный шагик, всегда это может выполнять в любых направлениях. Если это удалось, то оправдало свой риск. Поэтому это такая очень важная деталь, которую ты должен сейчас совершенствовать. Всегда об этом возможно как раз-таки и думать. Но это всегда такой способ использовать что-то новое и почему-то новому обучиться. Но повторюсь, все зависит, естественно, от конкретной ситуации. Последний вопрос общий. В прошлом году на пресс-конференции было озвучено желание всех команд системы играть в одном стиле, опираясь на главную команду, на Салават. Насколько это удалось? Что имелось в виду? Насколько часто консультировались с Томми? Вообще верите ли вы сейчас в эту идею? Спасибо. Так, мне, наверное, начало, да? Стоит перевести. Томми, что касается в последней конференции прошлого сезона, была идея, в целом системе клуба, Тарос, Талпаро, Салат-Лиаев, что играли в один систем. Так что вы можете сказать об этом моменте? Может, вы уже говорили с командой командой, Талпаро, Тарос, какие-то философии о игре. Сколько слов о этой корпорации? В целом системе и организации. Ну, в целом, я думаю, в правильном направлении и в правильном направлении мы начали работать в правильную сторону и в основном это большая вещь. Не только Салат-Лиаев. В будущем это большая вещь, что организации могут работать и больше вместе, и почитать И это же самая способность играть и практики, но это зависит от времени. Потому что КХЛ, все эти команды, они имеют свой свой schedule. Это значит, что это зависит от времени. И вы должны быть осознанным. Но, как я сказал, Салабет Юлай, они сделали хорошие работы. И степи были в правильном направлении. И в будущем, если все происходит в таком случае, один день будет идти самая способность играть хоккей. И это очень важный момент, что мы стали двигаться вместе в одном направлении. Потому что это очень важный шаг, правильный шаг, чтобы развиваться все вместе. Но я считаю, что это было совершенно правильное решение, что мы стали делать. Но ключевое, что здесь всегда есть у команды свое разное расписание, что накладывает, так скажем, отпечаток на это взаимодействие. Но, естественно, когда прорабатываешь систему по игре в 1-2 стиле, ты, естественно, сказываешься положительно. И мы, в принципе, увидели на Салавате Юлай, который, в принципе, хорошо в этом плане работал. Были молодые игроки. Я считаю, что как раз таки... Но это ключевое сейчас, что бы хотелось еще отметить. Это работа на будущее. То есть это займет, естественно, время. Но в течение времени это даст результат уже на всю систему. Да, мы продолжаем верить в эффективность этой системы. И с Томи мы встречались с тренерским штабом и толпарой Тароса. Он говорил свое видение, которое было предварительно с нами согласовано. То есть мы говорили о том, что это не только как бы мнение руководителя клуба, там руководство, спортивного директора, но это и уже разработанная, выстроенная, значит, политика клуба, проводником которой является главной командой и главный тренер в частности. Здесь я скажу, что все ли получилось или не получилось. Я хочу сказать, что опять у нас в Таросе, скорее всего, там все получилось, и мы это видели. В толпаре, наверное, я скажу, что в первой половине года мы это видели. Потом что-то стало хромать. Мы знаем причины этого и сделаем так, чтобы это исключить. Со стороны игроков это для них очень положительно. Они смотрят на это дело. И мы, кроме всего, привлекаем к этому и тренировок детской школы. Они смотрят тренировочный процесс. У нас есть график и посещение, и люди смотрят, и потом делимся. Здесь вот такой, знаете, такой вот… Это уже как бы рабочий момент, и все понимают, что это полезно. И не бывает беспоров, конечно. И кроме того, какие задачи стоят перед командами, в какой-то момент может это поменяться. Такого нет, чтобы мы там… Но просто, опять же, исходя из того, с чего я начал пресс-конференцию, это красивая игра, которая нравится болельщикам. Вот. Это главное. На этом прекрасной ноте тогда будем завершать нашу работу. Всем большое спасибо, что пришли и поучаствовали. Спасибо. 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 Спасибо.